Знакомьтесь, это смартфон Oukitel WP8 Pro. Противоударный смартфон, у которого основное преимущество это защита. Второе это большой экран, сканер отпечатка сбоку, есть все нужные датчики, 4 оперативки 64 встроенных. И после обзора я решил этот смартфон оставить себе. Почему? Узнаете дальше. Я его покупал в официальном магазине Oukitel Official Store. Ссылка есть в описании. Сегодня на распродаже он стоит 119.99, но это еще не финальная цена. Есть возможность в этом магазине вам получить купон. Переходите сюда, здесь получаете промокод Oukitel5USD, копируете, это 5 долларов от 90 долларов. Также можно получить другие купоны и вместе получится очень хорошая цена. Не забудьте активировать гарантию, в вашей стране она действует. Ссылка есть в описании, продолжаем обзор. Приходит он в большой белой упаковке, на ней указаны некоторые его характеристики. Открыв упаковку, нас встречает защитный поролон, чтобы при транспортировке здесь он не болтался. Инструкция на нескольких языках расписана, что идет в комплекте и где какое расположение. И имеется русский язык. Например, указано, что высота этого смартфона 178 миллиметров, ширина 84 миллиметра, толщина 12,9 миллиметров, вес 260 грамм. Также мы получаем 10-ваттный блок питания 5 вольт 2 ампера, скрепка-ключ для излечения лотка, кабель для зарядки, к сожалению, USB на microUSB. Слегка удлиненный штекер, но проверял, заряжает и от обычных USB. И OTG-переходник с его помощью можно заряжать от смартфона, а также к смартфону можно подключать мышку или клавиатуру. Кстати, собрать хороший комплект игровой, чтобы на смартфоне играть с помощью клавиатуры и мышки. Обзор на такую клавиатуру для одной руки можно посмотреть здесь в подсказках. Размеры его действительно велики. В моей мужской руке я люблю такие громадные, тяжелые, противоударные смартфоны, которые реально не страшно упустить, чтобы с ним что-то случилось. И он выдерживает не только удары или падения с высоты примерно человеческого роста от руки, я имею в виду. То есть метр, метр двадцать. А еще защита от пыли, защита от воды. И, конечно же, мы провели тесты погружения под воду, и он продолжает жить, радовать. И я его однозначно оставлю себе. Корпус пластиковый, но очень крепкий, защищенный, с разными выступами. По бокам металлические пластины. Имеются шестигранники, по четыре с каждой стороны. Расположение кнопок отличается. Например, слева от экрана у него находится лоток для сим-карт. Чуть ниже кнопка питания. Еще ниже сканер. Если говорить об удобстве, то он располагается как раз под большой палец. И сканер не шустрый, но стабильно срабатывает. Я настроил, реагирует без проблем. Также имеется разблокировка по лицу. Слева от экрана, вверху, что не совсем порой удобно. Потому что, ну явно, даже я, имея большую руку, постоянно использую вторую руку, чтобы добавить громкости. Кнопка громкости. Чуть ниже программируемая смарт-кнопка с тремя режимами. Одиночное нажатие, двойное и тройное. Функции push-to-talk в этом смартфоне нет. Для того, чтобы можно было использовать как рацию. Радует, что здесь есть разъем 3.5. Он находится вверху и под заглушкой. Заглушки очень плотные. Сами они не открываются. Вот здесь вот виднеется в углублении специально место, куда можно поддевать и открыть. Помимо того, что сама заглушка выполнена из мягкого пластика, она еще имеет и силиконовую прокладку. Вот это нижняя часть заглушки, где располагается разъем для зарядки. Внутри места предостаточно, чтобы туда проник еще дополнительно другой USB-вход, не родной, без всякого удлинения. Рядом располагается микрофон. Сейчас я покажу, как закрывать. Придавили. И нужно вдавить вплотную, чтобы ничего не выступало. Обратите внимание на это ушко. Понимаете для чего? Чтобы одеть его на руку с помощью ремешка. Но этого ремешка нет в комплекте. Оранжевые вставки придают ему красивого вида. У корпуса есть разные углубления, для того, чтобы придать ему лучшей уверенности удержания в руке. Есть клапан давления. Здесь располагается динамик. В этом месте ничего нет, просто маленькое углубление. Динамик защищен сеткой, поэтому после попадания воды нужно дать некоторое время, чтобы она высохла, и тогда звук будет нормальный, без дребезжания. По бокам имеются вот такие вот вставки с рисунком, будто бы это карбоновые какие-то вставки. Что примечательно, что кольцо вокруг стекла камеры, вокруг модулей из металла. Если говорить о расстоянии над поверхностью, то вот эта часть очень сильно выпирает. Специально так сделано. И это нужно для того, чтобы хорошо проходил с нижней части звук. Но вот на краю камера будет лежать вот именно здесь. Поэтому вот эта часть будет в первую очередь соприкасаться с поверхностью. Также радует поверхность экрана. Защита Gorilla Glass 5-го поколения. Если присмотреться, то край корпуса буквально на каких-то 0,5 мм слегка выступает. И чувствуется, что есть этот корпус. То есть, если его вот так вот класть на поверхность, то он даже не двигается из-за того, что не хочет корпус скользить. Потому что, если бы это было стекло, с легкостью бы скользило и оставляло бы царапины. Сверху имеется большой динамик. Экран у нас каплевидный. Там располагаются все датчики. Индикатора здесь об уведомлениях нет. Экран у нас большой. Внутри экран с закругленными краями. И картинка четкая, сочная. Но разрешение здесь экрана HD. Точные параметры посмотрим в программе Antutu Batchmark. По толщине этот смартфон гораздо тоньше, чем мой Blackview. И поначалу мне даже было как-то непривычно им пользоваться. Но к хорошему быстро привыкаешь. То есть, большой экран, хороший аккумулятор и многие другие функции. В программе Antutu Batchmark этот смартфон набрал скромные показатели из-за своего процессора 85052. Это развернутые показатели сейчас у вас на экране. Установлен 10-й чистый Android. Памяти 4 ГБ. Из них свободно сейчас 2 ГБ. Встроенных 64, также свободных 53. Практически 10 ГБ под систему ушло. Процессор восьмиядерный с максимальной частотой разгона 1800 МГц. Это у нас процессор 6762V. Частота обновления экрана 60 Гц. Разрешение экрана 720 на 1560. В YouTube можно смотреть разрешение видео 720 на 1660 кадров. Плотность пикселей 320 DPI. Поддерживает 5 касаний экран. Задняя камера на 16,6 Мп. Видео снимает задняя камера 1920 на 1080. Максимальная ISO 1600. Также поддерживается стабилизация видео. У передней камеры 8,1 Мп с разрешением 3,280 на 2,464. Максимальная ISO 1200. Аккумулятор на 5000 мА, но немножко расстраивает его параметры. То есть заявлено-то 5000, но по тестам дважды провел эти тесты. Разряд и заряд. Выдал он 4586. Не дотянул немного. Но вот в отношении автономности он просто прекрасно себя ведет. Сим-карта здесь у меня стояла. Wi-Fi включен. И яркость приблизительно на 70%. И он у меня жил, по-моему, около 5 дней. И то мне пришлось специально включить игру, чтобы разрядить его и вновь поставить на зарядку. Поэтому однозначно аккумулятор здесь хорошо держит. И пусть вас не пугает, что у него не хватило, по-моему, 420 мА. Ну а проведя полные онлайн-тесты просмотра видео в Ютубе, он продержался 10 часов и 37 минут. Кажется, очень хорошие показатели. Не правда ли? Если вы хотите увидеть этот тест, посмотрите здесь в подсказках его. У него встроен NFC Bluetooth версия 5.0. Двух-диапазонный Wi-Fi. Установлено 13 датчиков. Если вам интересно, какие, можете остановить на паузу и почитать. Есть встроенный компас и поддерживает три вида спутников. GPS, GLONASS и Beidou. Быстро с ними связался. В частном доме не вижу никаких проблем. То есть, как навигатор, отличная машина. Также экранные кнопки можно отключить и включить управление жестами. Есть темная тема, активируя которую полностью становится внутренняя оболочка. Темная. Также имеется ночной режим. Активируя ее, экран приспосабливается к вечернему времени. Чтобы нормальная нагрузка на глаза была в вечернее время, если вы много проводите. Яркий фонарик. Очень яркий. Вот, посмотрите, какая тень здесь даже появляется в студии. Я, например, запрограммировал на смарт-кнопку включения фонарика по двойному нажатию. Раз-два и фонарик включился. Теперь устанавливаем звук на максимум и запускаем мелодии. Динамик очень громкий. На поверхности не дает он ему притупить звук. Кажется, не хватает басов больше высоких и средних. Хочу вас познакомить с внутренним меню камеры. Обратите внимание, что в обычном режиме фото здесь имеется специальный тумблер Macro Picture. Когда мы включаем Macro, у нас включается этот режим и очень просится, прям таки просится очень сильно, чтобы поднесли близко, чтобы рассмотрел он все детально. То есть это макромодуль, который там располагается. Если вы думаете, что здесь надпись Bokeh действительно Bokeh, то нет. Все, что попадает в кадр, размывается только по диаметру, не так, как по силуэту обрезает. Поэтому это обманка. Здесь Bokeh настоящего нет. Есть ручной режим, в котором есть режим ночь и ручные настройки. Режим красота, шлифовка вашего лица, например, увеличивает ваши глаза, что делает очень смешные фотографии. Видеорежим и режим Monarch. Наверное, Monochrome не влазит туда уже этот текст. Это значит, что будет цветной снимок делаться полностью черно-белым. Снимки делает нормально. Тестовые фото и видео вы сможете увидеть в окончании этого обзора. Размер шрифта у этого смартфона можно увеличить, благодаря чему он станет значительно больше и стало еще лучше видно. То есть для людей с плохим зрением на таком большом экране, без потери места, все будет хорошо видно. Есть разделение экрана. Включается он зажатием кнопки. И после этого можете запустить какую-то другую программу. Точно так же и деактивируется. Качество приема как Wi-Fi, так и GSM сигнала отличное. Слышимость абонента через разговорный динамик великолепная. Ну а качество микрофона вы сможете оценить, когда будете смотреть записанное видео на эту камеру, на задний модуль камеры. Я не просто так выпустил этот видеоролик в день распродажи. Потому что у него действительно доступная цена на распродажу. Причем с купоном, который вы можете получить, зайдя в магазин Oukitel. Переходите, найдите там другие смартфоны, если вы не любите большие и громоздкие, тяжелые, противоударные. Есть скромняшка, например, Oukitel C21. Обзор здесь уже в подсказках всплыл. Можете после этого обзора посмотреть его. Рекомендую, не забудьте добавить в корзину. Если смартфон вам понравился, ссылка есть в описании, покупайте. Ну а сейчас посмотрите тесты этого смартфона в воде, а потом тестовые фото и видео. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо, не забудьте поставить лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тестируем сейчас камеру на телефоне WP8 Pro. Это задняя камера. И вот на таком примере, ну допустим, коробка E-Way Bluetooth гарнитура. Поднесем, проверим, как срабатывает автофокус. Отлично срабатывает. И еще одна упаковка. На обзоре у нас T19 модель E-Way TWS гарнитура. Малыши, новинка. Малыши, новинка скоро будет на канале или уже есть, так что обязательно ищите. Это тесты задней камеры. Ну вот для примера, как снимает зелень, оттенки. Подстраивается под вечернее небо, уже заход солнца, вдали папа. Ну а здесь пасмурное небо. И если посмотреть на автофокус, подстраивается ли он сам. Часы еще не хотят включаться почему-то. Ладно, запустим вручную. То надо по тапу. Носом сейчас прям прикоснулся. И то не справились. Вот только сейчас справились. Кстати, обзор на эти смарт-часы можете посмотреть в подсказках Xiaomi Mi Watch. Буду рад, если познакомитесь с ними и вы. Тестируется задний модуль камеры науки TWP8 Pro. Стабилизация, как таковая, хотя и заявлено. Но давайте проверим. Я пройдусь. 1, 2, 3, 4, 5. Ну а это уже передний модуль. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, нормальная картинка. Тоже в пути. Пройдусь. И качество звука вы тоже слышите. Всем добрый вечер. Эта ночная съемка уже потемнела. Хотя только 18 часов. Это конец октября. Оуки Тель WP8 Pro. Вот такая вот передняя съемка. Разрешение 30 кадров. Ну и вот такое вот качество звука. 1, 2, 3, 4, 5. Задняя камера. Тоже 1080. 30 кадров. Ночная съемка. Полная темнота. Если поворачиваешь, то шумов практически нет. Ведь имеется где-то попадание света. Время. Подстроилось. Ну, в темноте, конечно, с автофокусом все гораздо сложнее. Но работает. Я думаю, достойные ночные тесты. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok